Года у меня была очень сложная беременность, которая закончилась плохо, скажем так. Была операция, где мне... Операция прошла хорошо, но мне посадили инфекцию, которую полгода не могли выявить. И вообще потом, соответственно, очень много было антибиотиков, которые фактически разрушили мое женское здоровье. Потом была долгая терапия, гормональная терапия, которая не приносила никаких результатов. И в итоге, в 35 лет, мне врачи сказали, что забудьте о том, что у вас может быть ребенок, и у вас ранний климакс. То есть, ну вот такое лечение я получила от нашей официальной медицины. Я, конечно, сначала была в некотором шоке, сами понимаете, в 35 лет услышать такое, это очень сложно. Но потом я как-то вышла из этого и решила, что я должна сама найти какое-то решение. И в ответ на мой запрос Вселенная послала мне Олю. И вот сейчас мое, буквально 7 месяцев работы с Олей по ее даосским практикам, но я включилась в работу сразу. Я делала каждый день. То есть, в итоге, от полной ее программы, я, конечно, каждый день я не полностью делала, но где-то больше половины, по крайней мере, то, что касается энергетических практик, это я выполняла каждый день. И буквально за месяц у меня восстановились женский цикл. Еще через 3 месяца я сдала анализы на гормоны. И они были у меня абсолютно как у молодой девочки. И на что мне врач сказал, ну, видите, действует же гормональная терапия, а я ни одной таблетки не пила. И буквально через 7 месяцев у меня наступила долгожданная беременность. За время беременности, что мне только не говорили врачи, что я и плохо ходить буду, и о естественных родах вы даже не думайте. Я отходила так, как будто мне 20 лет, а не 37. И я помню, как я пришла к тебе в роддом. Да, родила я сама, хотя в женской консультации мне говорили, да, вы о чем говорите, у вас будет кесарево. Когда я приехала рожать, врач посмотрела и сказала, почему вы решили, что вы не можете сами рожать, мы будем рожать сами. Я родила очень легко. Оля пришла ко мне на следующий день. На второй или на третий день? На второй день Оля пришла ко мне, и я уже летала, хотя у нас девочки действительно передвигались. Представляете, я прихожу на второй или на третий день, и Оля идет ко мне навстречу по лестнице спокойно, идет так, как будто вообще ничего не было. При всем том, что молодые девочки ходят и по стеночке, рукой держатся за стеночкой в полусогнутом состоянии. Я говорю, Оля, это вообще как? Она говорит, Оля, ты не представляешь вообще, что тут творится. И в итоге, как бы, мне очень понравился этот процесс, и я говорю, что я хочу повторить его заново. Когда я произношу это кому-нибудь или из своих подруг, они в шоке и не понимают меня, как это возможно. Но после родов я буквально через две недели заново восстановила, стал заниматься женскими практиками энергетическими. Ну, конечно, ребенок вносит определенные коррективы, не всегда можешь сделать полный комплекс, не всегда все упражнения, но хотя бы какой-то минимум он у меня каждый день. Скажу так, у меня не было ни проблем с лактацией, потому что вот эти энергетические, когда на уровне груди мы делаем, скажу сразу, у меня сразу после них идет прилив молока. Здорово. В грудь. Я вот этого не знала. То есть это... Кто-то говорит, что это что-то сложное, но на самом деле это так естественно, и в жизни моей теперь это настолько постоянно, что я не испытываю никаких трудностей делать. Просто это то же самое, как почистить зубы. Вы ходите каждый день чистить зубы, ходите каждый день в душ. Ну, вот это то же самое. Но то, что оно дает эффект, я это знаю не просто, я это знаю на себе. Не понаслышке. Не понаслышке, да. И когда девочки вот говорят... Дай-ка я заберу. Вот вы слышали теперь из первых уст. И если девочки, когда девочки приходят ко мне и говорят, ой, это сложно, наверное, это вообще нереально, восстановить свой гормональный фон, и это уже как приговор, нет детей. Вы знаете, нет, из моих групп Оля не одна имеет ребёнка и узнала вкус материнства. Она не одна, просто не все об этом говорят. И напрасно об этом не говорят. Почему? Потому что женщины должны знать, что восстановить в нашем организме возможно всё, абсолютно всё. И это неправда, когда именно навязывают убеждение, что этого не может быть. Но если человек думает об этом и считает, что это не может быть, это так и будет. Но если человек берёт и делает... А вот смотрите, если бы Оля не делала, у неё вряд ли бы это получилось. Хотя я даже могу сравнить. Недавно у меня случай был, тоже я помогала и в исцелении девушки одной, и у неё отторжение, полное отторжение. Она вроде как и говорит, что да, я борюсь с болезнью, но постоянно вот эта фраза, какая-то победная у неё звучит, что я и так достигла такого, что болезнь моя в ремиссии. Но болезнь или есть, или нет. Обратите внимание на это. Она или есть, или нет. Для мозга третьего вообще не дал... Нет такого. Мозг понимает. Или у нас запущена болезнь, или мы в эту игру не играем, или у нас исцеление. Понимаете, как это происходит? И если человек готов, и он готов расстаться с болезнью, и к нему идут методы какие-то, он опять же либо принимает эти методы, либо опять продолжает играть в эту игру. Как это и произошло с этой вот девушкой. Я была очень удивлена, конечно, что человек просто не принял. Не принял и опять откатился назад. Ну, опять придумал игру какую-то в голове. Ну вот посмотрите Оле. Ну вот человек, который смог. И она не одна такая. Вообще, гормоны, девочки, гормоны, это те вещества-помощники, которые восстановить можем только мы. Я сама восстанавливаю свой гормональный фон. Как восстанавливаю? Я его ввожу в баланс. В баланс никто не может ввести именно гормональный фон, кроме как сам человек. Потому что всё, все команды человек посылает через мозг. Понимаете, там сложная структура. Я на другом эфире расскажу, как это действует. Но человек запускает в голову сам новую игру. Это я вам сейчас совсем по-простому сказала. Он запускает новую игру. То есть он решает, он принимает решения. И мозг, уже руководствуясь его решением, начинает работу в другом направлении. Он создаёт другую историю. И в этой истории уже нет болезни. Там нет ремиссии, или там активной, неактивной болезни. Там уже здоровье. Человеку необходимо выйти на здоровье. А не на какие-то периоды такие. Я в ремиссии. Что значит в ремиссии? Значит, я поставила на паузу болезнь? Но ведь это так. Почему Оля смогла? Оль, почему ты смогла? Как ты думаешь? Вот её лапочка-дочка. Почему ты смогла? Ну, потому что я изначально взяла своё здоровье в руки. И мне не нужны были полумеры. Я хотела быть здоровой. И я к этому... Во-первых, я в это мозг послала такую установку. И начала просто работать. То есть вывела себя на действие? Да. На действие. Просто работать. Результаты, они пришли... Ну, они очень быстро пришли. Когда человек начинает выводить себя на действие и уже не выпускает эти действия на самотёк. То есть сегодня сделают, завтра не сделают. Такого не может быть. То есть когда человек решает и запускает действие в систему, у него начинает улучшение всего сразу идти. Но здоровье – это первое ступень на изменение всего. Это, говорят, и участницы моего курса «Лучшая версия моего тела». И все те девочки, которые получили исцеление... А я не просто делаю исцеление. Я даю им методы на физическом уровне, которые выводят их на действие. И именно эти действия фиксируют их результаты. Не я, не кто-то, а сам человек. Понимаете? Помашите мне, если вам всё понятно. У нас сегодня такая хорошая погода. И мы даже, вот видите, в сарафанах все-таки загорелые уже. Все лето наступило. Что я хочу сказать. Девочки, необходимо поговорить с собой. Именно с головой своей определиться, что вы, какие вы вносите коррективы в свою жизнь. Если вы хотите действительно расстаться с болезнью, в данный момент мы говорим о гормональном фоне, то есть сбалансировать гормональный фон, то вы даёте себе установку. И когда вы даёте установку, к вам приходит человек, к вам приходит помощь. Вообще не бывает такого, чтобы помощь не приходила. Сразу приходит помощь. И человек либо принимает эту помощь, либо он идёт по старому пути. Но вот Оля, она приняла помощь. Понимаете? И посмотрите, как у неё жизнь изменилась. И сегодня мы рассмотрели пример именно возрастной категории от 30 до 40 лет. Когда существует проблема именно гормонального дисбаланса, связанного с деторождением. Вот, и ярко выраженный пример я вам привела, Олечка. Оля, скажи, что ты хочешь пожелать девочкам, которые ещё сомневаются, которые ещё сомневаются вообще, возможно ли это? Стоит ли этим заниматься? Девочки, по себе я могу сказать, что для меня это теперь обычная жизнь с ежедневными даотскими практиками. Что на самом деле мы можем восстановить всё в своём теле. Причём я не только детородную функцию восстановила, я избавилась ещё дополнительно от кучи болячек, которые насобирала 35 годам, скажем так. Рассталась с ними сама? Захотела и всё, да? Причём я как бы не ставила даже целью это. Это шло дополнительным бонусом, так скажем, приятным. Но теперь я об этом даже и не вспоминаю, о том, что это когда-то у меня было. Я знаю, что любое можно излечить самим. Надо просто немножко усердия на начальном этапе, пока вы вводите это в свою повседневную жизнь. Привычка, новое формирование. Пока формируете новую привычку. И на самом деле всё это легко и естественно так, как дышать. И я желаю, чтобы ваше вот это дыхание было правильным, естественным, экологичным. Чтобы всё легко-легко восстанавливалось. Для этого надо всего лишь чуть-чуть. Чуть-чуть своего желания и своего терпения. Понимаете, девочки, да? Вот вам, пожалуйста, и ответ участницы. Вот она, её чудо. Понимаете, вот она, её чудо чудесное. И когда-то Олечке сказали, что у неё не будет этого. А кто это решил? Оля решила, будет. И оно случилось. И так может каждая женщина в любом возрасте восстановить здоровье, восстановить молодость, красоту, восстановить природный гормональный фон, такой, какой она хочет. И при этом не пить лекарства. Никакие лекарства. Ну, об этом сегодня я заканчиваю на этом. Об этом я ещё буду говорить. Прямые эфиры у меня ещё будут. Впереди у меня будет двойной эфир. Наверное, завтра я проведу со своей дочерью. Тоже будет интересно. И, конечно, жду вас на марафоне. Ссылка на марафон в шапке моего профиля. Марафон так и называется «Женские даоские практики». И это то, что даёт.